Вас тоже любя держит в клетках. Такой комментарий получила я от зоозащитницы в кавычках, на что ей предложила взять себе на содержание всех тех животных, которых она жалеет. Где вы увидели жестокое обращение с маленькими тигрятами из парка Тайган? Одна зоушиза сняла все-таки видео, как она проникла в парк Тайган, сняла маленьких тигрят. Расспросила сотрудника даже, сколько им месяцев, на что он ей ответил полтора. А привиты они или нет? Интересовал ее такой вопрос. В общем, устроила сотрудникам парка Тайган допрос. Нужно было просто выставить ее из-за парка и больше ничего не говорить и не общаться с такими людьми, которые, как провокаторы последние, приходят в парк, начинают снимать какие-то, выискивать какие-то непонятные моменты, а потом говорить то, что жестоко обращаются с маленькими тигрятами. Где вы увидели жестокость? Их, наоборот, все любят, холят, лелеют, гладят, кормят. И даже носят к их маме накормление. Но наберитесь терпения, и если у вас стальные нервы, то досмотрите это видео до конца. В конце этого видео вы увидите на самом деле, как выглядит жестокое обращение с животными. Я про себя хочу сказать честно, что после увиденного я была в ужасе, в полнейшем шоке. Особо впечатлительных прошу не продолжать смотреть это видео. А особо шизанутых прошу не писать мне подобного вида комментарии, которые научились только критиковать с дивана, но ничего от себя не советовать. И я уверена, что у таких критиков нет даже своих животных домашних. Ни кошечки, ни собачки. И вообще они не любят животных, раз такое пишут. Ну а если у вас хейтеры есть, которые недовольны постоянно, как работники работают в парке Тайган, в каких условиях, в идеальных условиях, изо всей России это самый большой, я бы сказала, даже огромный парк сафари, в котором содержатся уникальные виды животных. И животные имеют свойство линять, так же, как и птицы. Так же, как и собаки. Но если вы увидите мою собаку, и у неё будет меньше шерсти, вы напишите, что она чем-то больна. Или если вы увидите лысеющего моего попугая Жако, а раз в год они лысеют, и это тоже нормально, значит, вы напишите, что он болен. Но, по-моему, больны вы, раз совсем не разбираетесь в животных. Так вот, если у вас есть свои домашние животные, и вам жалко их, то отпустите сначала своих животных и посмотрите, как они будут жить на воле, если до этого они всю жизнь жили с вами, в квартире, в тепле, если у них была еда, если, конечно, вы их кормили. Посмотрим тогда на результат. Ужасающее использование обезьян в исследованиях мозга, в том числе макак новорождённого резуса, действие для приматов освещает использование обезьян в тревожной области исследований, якобы для понимания работы мозга у людей. Большая часть этих исследований проводится в США, финансируется государством и включает некоторые из самых инвазивных и бесчеловечных методов, которым подвергаются обезьяны. А теперь, друзья, вспомним условия содержания маленького гомотрелёнка Люси степашки в парке Тайган у Татьяны Алексагиной. Вы хотя бы различаете понятие любовь к животным и жестокое обращение с животными? Так вот, в этих исследованиях малыши-обезьянки страдают от шокирующих исследований о жестоком обращении с малышами и с их родителями. В последние годы наблюдается тревожное оживление торговли, дикой добычи, когда тысячи обезьян, попавших в дикую природу в Маврикии, будут экспортированы в лаборатории США.